Всем привет дорогие друзья! И в этом видео вы узнаете Мясо кушать надо или 5 важных нутриентов, содержащихся только в животной пище Не секрет, что сегодня весьма популярны органические потребления мяса и диеты Состоящие в основном из растительных продуктов Однако, это видео посвящено важнейшим нутриентам, содержащимся только в животном протеине Большинство людей стремятся к максимальной результативности Нам важно установить личные рекорды, но не прилагая усилий, невозможно узнать, на что мы в действительности способны Тех из нас, кто с завидной регулярностью и упорством проводит несколько часов в неделю в тренажерном зале Это касается в еще большей степени Существует целый ряд нутриентов, необходимых для улучшения спортивной результативности и когнитивной функции Присутствующих только в продуктах животного происхождения, таких как мясо, рыба и молочные продукты Следовательно, вегетарианская диета или недостаток мяса в рационе не позволят вам раскрыть свой потенциал Итак, премиум за аксиому мясо кушать надо Перед вами пятерка самых важных для спортивной результативности нутриентов, содержащихся только в животном белке Креатин, карнозин, карнитин, B12, омега-3, жирные кислоты Если же по неким соображениям вы категорически отказались от мяса, раз и навсегда попробуйте восполнить дефицит этих важных и полезных для здоровья веществ с помощью пищевых добавок Номер один, кариатин По сути, кариатин состоит из аминокислот, аргинин и глицина И служит энергетическим резервом для организма на короткий период во время выполнения интенсивных упражнений Таких как работа с отягощениями или спринт Результаты исследований показывают, что получение адекватной дозы кариатина производит следующие эффекты Увеличение работоспособности от 5 до 15% и отсрочка утомления Увеличение тренировочного объема и интенсивности Усиление расщепления жира и активации мышечного роста Усиление аэробной и анаэробной результативности Так, скорость в спринте увеличивается от 1 до 5% Вдобавок, стрессы истощают запасы кариатина в мозге Адекватное же потребление кариатина помогает сохранять ясность ума под давлением обстоятельств Также хорошо известны и описаны терапевтические преимущества кариатина Такие как ослабление сердечной аритмии, ускорение восстановления после травм Уменьшение боли, связанных с артритом и снижение уровня триглицеридов и холестерина ЛДЛ в крови Самостоятельно наш организм производит совсем немного кариатина И этого количества недостаточно для оптимальной работы мозга И достижения пиковой спортивной результативности Те из нас, кто регулярно кушают мясо, обычно получают достаточное количество кариатина С пищей И принимать дополнительную пищевую добавку следует в зависимости от качества тренировок И распределения мышечных волокон Например, у анаэробных спортсменов, таких как спринтер или футболисты У которых преобладают мышечные волокна второго типа Концентрация креатина в мышцах выше, чем в выносливостных спортсменах У которых больше волокон первого типа Удивительно, но вегетарианцам креатин гораздо полезнее, чем тем, кто регулярно кушает мясо Результаты одного исследования показали, что у вегетарианцев гораздо ниже уровень кариатина в мышцах, чем у всеядных В результате приема кариатина в течение 8 недель и тяжелых силовых тренировок Уровень кариатина в мышцах вегетарианцев повысился значительнее, чем у мясоедов, которые также принимали кариатин У вегетарианцев заметнее увеличился тренировочный объем и работоспособность, что вызвало более значительный рост мышечной массы и силы по сравнению с мясоедами У них на 4% увеличилось количество волокон второго типа, а первого типа на 2% В то время как у мясоедов масса обоих типов волокон увеличилась лишь на 1% Ученые считают, что для заметного роста результативности необходимо увеличить уровень кариатина в мышцах Все вегетарианцы в упомянутом исследовании принимали пищевую добавку В результате других исследований выяснилось, что прием кариатина существеннее усиливает и когнитивную функцию у вегетарианцев, чем у мясоедов У вегетарианцев улучшилась память и сообразительность Вывод Данное исследование назначено свидетельствовать, что вегетарианцы не получают адекватного количества кариатина Прием относительно небольших доз кариатина от 3 до 5 граммов в сутки поможет им уравнять шансы с теми, кто ест мясо каждый день Существенно увеличить мышечную массу и улучшить когнитивную функцию Номер 2 Карнозин Карнозин также состоит из двух аминокислот гистидина и бета-аланина Карнозин усиливает результативность интенсивных упражнений путем ограничения производства лактата Побочного продукта любой физической работы Накопление лактата приводит к увеличению кислотности мышц и затруднению их работы Когда от бега вверх по лестнице или выполнение жима над головой горят мышцы Это результат накопления лактата Данные исследования показывают, что у всеядных, силовых и мощностных атлетов Уровень карнозина в мышцах выше по сравнению с аэробными спортсменами То есть тренировки и пропорции различных типов мышечных волокон влияют на способность к накоплению карнозина Эксперты также подтверждают, что у вегетарианцев наблюдается дефицит карнозина И в среднем уровень карнозина у них на 26% ниже, чем у мясоедов Карнозин полностью отсутствует в вегетарианской диете И единственный его источник это расщепление урацила, содержащегося в фосфолипидах Но этот механизм отличается крайне низкой производительностью Следовательно, вегетарианцам будет полезно принимать предшественник карнозина На сегодняшний день эффект приема бета-аланина вегетарианцами пока не исследовался Однако, известно, что у индивидуумов с высокой чувствительностью к нему Это люди, у которых значительно повышается уровень карнозина в мышцах в результате приема добавки Наблюдается высокая результативность и лучшая композиция тела по сравнению с людьми с низкой чувствительностью Приведу результат одного эксперимента, проведенного с участием женщин, грибцов и подэкспертных С высокой чувствительностью увеличилась скорость, аэробная работоспособность и анаэробный порог По сравнению с подэкспертными с низкой чувствительностью Высокочувствительные подэкспертные смогли дольше выполнять высокоинтенсивные движения в середине гонки После первых 500 метров заезда на 2000 метров, следовательно, они позже устали И у них повысился болевой порог и устойчивость к ацидозу Вывод Поскольку карнозин содержится только в продуктах животного происхождения, больше всего в рыбе, говядине и птице То ваша приверженность к вегетарианству способна реально ухудшать работоспособность ваших же мышц Простое решение в данной ситуации – прием бета-аланина Попробуйте принимать от 1,6 до 6 граммов ежедневно, если хотите утроить свою спортивную результативность Номер 3 – витамин В12 Это жизненно важный нутриент, содержащийся в мясе, рыбе, молочных продуктах и яйцах Он необходим для оптимальной работы мозга и нервной системы А также участвует в производстве красно-кровяных телец Витамин В12 особенно важен для спортсменов, поскольку он участвует в энергетическом метаболизме Посредством производства красно-кровяных клеток, транспортирующих кислород Вдобавок, В12 влияет на силу и мощность, поскольку он содержащихся в оболочке нервных волокон Ухудшает их производительность, снижая нейромышечную функцию Витамин В12 связан с психиатрическими расстройствами, болезнью Альцгеймера, риском сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшением когнитивной функции и повышенной утомляемостью Мясоеды и вегетарианцы, потребляющие молочные продукты и яйца, обычно получают адекватное количество витамина В12 Однако веганы и люди с жестким калорийным дефицитом находятся в зоне риска Витамин В12 можно принимать в виде пищевых добавок или водорослей нори Переработанные продукты, такие как хлопья, хлеб или соевые продукты, включая темпе и тофу, также часто обогащают этим витамином Вывод. Хотя большинству спортсменов не грозит дефицит витамина В12, строгим веганам следует принимать его в виде добавки Для улучшения здоровья и оптимизации результативности Обычным вегетарианцам источником В12 служат яйца, молочные и соевые продукты Номер 4. ЕПА и ДХА – рыбий жир ЕПА и ДХА – это омега-3, жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, а также в мясе животных травяного откорма Они способны уменьшать риск воспаления, участвуют в когнитивной функции и управлении настроением, а также ускоряют восстановление после интенсивных тренировок Например, в результате одного исследования оказалось, что у тренированных спортсменов, принимавших ежедневно по 3 грамма ЕПА и ДХА Образовалось меньше продуктов распада в результате интенсивных эксцентрических упражнений, чем подэкспертных, принимавших плацебо Ученые считают, что оптимизация уровня ЕПА и ДХА уменьшает синдром мышечной болезненности, усиливает синдез протеина и расход энергии, а также ускоряет метаболизм жиров Особенно рекомендуется рыбий жир спортсменам в условиях экстремальных физических нагрузок и стресса, вызванного окружающей средой Например, волейболистам во время жесткой диеты с калорийным дефицитом, а также бегунам на длинной дистанции или тяжелых погодных условиях в жару или холод Вегетарианцы могут вообще не принимать ЕПА и ДХА с пищей, однако организм способен синтезировать обе кислоты из другой омега-3 жирной кислоты Она содержится в льняном семени, семенах чиа и грецких орехов Единственный недостаток такого способа получения жирных кислот это крайне неэффективный механизм конверсии, в результате которого оптимальный уровень потребления достигается очень редко Спортсмены, вегетарианцы или те, кто редко потребляет рыбу и мясо животных, травяновок от корма, как правило, недополучают ЕПА и ДХА Вывод, потребление адекватного количества ЕПА и ДХА полезно всем Всеядные могут принимать рыбий жир или потреблять жирную рыбу, например, лосося 2-3 раза в неделю Вегетарианцы могут принимать добавку из морских водорослей или увеличение потребления пищевой добавки, так как добавляя размолотые ледяные семя или семена чиа в пищу Номер 5. Карнитин. Карнитин это вещество, играющее центральную роль в производстве энергии, транспорте жирных кислот в клетке для сжигания и получения энергии Его называние происходит от латинского слова carnus, то есть мясо, поскольку оно содержится исключительно в мясе У вегетарианцев и больных диабетом второго типа, а также у людей с расстройством метаболизма повышен риск дефицита карнитина У них прием карнитина способен повысить уровень сжигания жира, улучшить метаболическую функцию и композицию тела, повысить чувствительность к инсулину, а также снизить риск воспалений Интересно, что карнитин повышает спортивную результативность и улучшает мышечную функцию даже у мясоедов, не страдающих от дефицита этого вещества В результате одного исследования ученые выяснили, что у тренированных велосипедистов, принимавших 2 грамма карнитина дважды в день в течение 24 недель, на 11% увеличилась результативность по сравнению с группой плацебо У спортсменов также на 35% увеличился рабочий выход и повысился уровень сжигания жира при сохранении запасов гликогена Уровень лактата и субъективного восприятия интенсивности нагрузки значительно уменьшился по сравнению с группой плацебо Что означает эффективность приема карнитина для уменьшения утомляемости и повышения переносимости тренировочных нагрузок Дополнительными результатами приема карнитина является уменьшение накопления лактата и усиление андрогенных рецепторов, что вместе ускоряет восстановление Вдобавок результаты других исследований показали, что прием карнитина способен улучшить когнитивную функцию и мотивацию увеличением выработки нейротрансмиттеров, связанных с концентрацией и драйвом Говядина богатейший источник карнитина в порции весом 110 граммов, его содержится 87 до 162 миллиграмма В такой же порции курицы содержится всего от 3 до 5 миллиграмм, а в треске от 4 до 7 миллиграммов карнитина В других видах мяса и молочных продуктов также содержится лишь незначительное количество карнитина Вывод Мясо кушать надо Если вы вегетарианец или почти не потребляете говядину, то прием карнитина в виде пищевой добавки поможет ликвидировать его дефицит Попробуйте принимать от 2 до 4 грамм карнитина ежедневно в течение 6 месяцев Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok